привет друзья привет подписчики также новые зрители значит скоро у нас в нашем сообществе скорее всего появится группа так как появился модератор модератор у нас с больше 40 летним стажем инженер электроник конечно который этим занимается который все знает который всех знает или через кого-то кого-то знает то есть постороннее лицо имена фамилия звание расположение количество мы не распространяем то есть все это между нами есть мой канал есть моя группа есть модератор так у меня времени заниматься на обработку личностей под разными именами которые сейчас вот пишут 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 не могут успокоиться они у меня в канала на канале в гостях и не хотят соблюдать правила гости эти вот смысл и навязываю свои идеи навязывают то что нужно им нам это не нужно кому знает кому кто знает он знает он сам выберет что ему делать как ему делать из чего ему мы привешиваем все технологии я показываю свое кто-то показывает свое вот для этого будет группа безвозмездная группа туда попадут только специалисты высшей категории то есть специалисты люди это не имеет значения самоучка он или сообразованием тот специалист который конкретно занимается этим тот который будет вносить вклад а не выкачивать вклад то есть информацию и влаживать обсуждать помогать и брать а не в одну сторону это был пройденный этап есть там сайты такие которые выкачивались людей информацию а потом их выбросили говорится из своего сообщества такого у нас не будет и чтоб такое больше не повторилось будет все совсем по-другому а те которые хотят сделать одноразовую схему одноразовую схему это уже будет коммерческий проект то есть он хочет сделать себе самому сам собрать аппарат это надо будет ему специалистом говорится низшей категории там что-то понимает это уже коммерческий проект это я уже для человека конкретно что он может какие возможности у него есть и что он может сделать и ему опять же в рот положить все это довести чтобы все это помочь это время нервы но есть такой вариант это уже коммерческий вариант начинающие самоучки или с образованием или те которые интересуются этим делом но не имели дело опять же через модератор через модератора модератор помогает надо модератор учит модератор любит говорить на эти темы модератор много знает всего и если он видит толк в этом человеке что есть конечно я сам могу всегда принять в группу но для этого есть модератор его задача опознать лицо подтвердить лицо кто были что за лицо откуда что зачем почему для чего что он может что он хочет нужен в группе это человек или не нужен я буду его прислушиваться потому что некоторые наши мнения совпадают и все на этом все значит тема у нас такая катушка индуктивности дроссель индуктор и так далее индуктор это у нас насыщающийся насыщающийся когда насытиться тому же режим другой но это насыщающийся а есть которая не насыщающие то есть или недонасыщается не переходит насыщение или нет никакого материала то есть воздушный он не насыщается это получается в дросселях дроссель может быть применен в разных схематических схемах и он будет называться индуктивность в общем но некоторые понятия есть и для чего такие понятия есть модератор хорошо все знает и модератор все это объяснит но мы называем это все дроссель а правильно кое-что назвать индуктор кое-что дроссель кое-что индуктивность так и вот мне сейчас надо наматывать значит у вас есть трансформатор с зазором это у нас от фубога сварочный инвертор и фубок серии это фубок гусме и мс и так далее везде они таки идут они зазором то есть один сердечник без зазора а второй сердечник половинка зазором то есть если с двух разобрать один можно сделать взять две половинки они придут без зазора но без зазора и мощность вообще не получил а то хоть что-то получил но по сравнению с кольцом или эпоксом того типа это небо и земля поэтому трансформаторы сделать мы не будем а вот зазором чтобы он не перенасыщался как дроссель это очень хорошая идея но габариты ребята до габариты но запас мощность но запас мощности и кое-где она так нужно иногда и очень выручает далее нужно было сделать каркас для того чтобы наматывать вот делать допустим катушки да допустим вот есть катушки я мотал на рабочие дросселя например работы селя для самуса например тону которые рыбы по из первого проекта просто мы переделаем там на акуна темы испытываем аппарат конструктор я это делаю бесплатно мы испытываем испытание тоже стоит какое каких-то и нервов и время и средства но это делается бесплатно для чего для того чтобы результат получить единственное что весна зима лето осень и вода сопротивление немного меняется но смысл один и тот же конечно все это всегда надо пример проверять при равных условиях но но как говорится мы не одним днем живем настанет опять зима наставит осень и все это всегда будет видно если летом хорошо как же зимой и уже будут поправки всегда всегда в любой схеме что-то бывают поправки или делается переключатель для зимы для лето там для каких-то конкретных условий или как конкретно какой-то рыбы или или еще либо для чего а у нас сейчас дроссель дроссель нужно вывод по его нас сделано его сопротивление есть нагрузка не изменяющаяся нагрузка и соответственно нужно испытывать на разных материалах разную с разной магнитной проносаемость том числе и на воздухе а основное у нас сейчас эксперименты будут на воздухе и нужен был каркас в сообществе конечно мне показали каркас очень хороший мне понравился все неплохо но он очень сложный он вот такой живот вот такой он считается как бы лучше 2 на полтора до не совсем квадрат но я в кол 32 подбрасывал так несколько не стоит делать очень высокую катушку как бы от этого индуктивности больше не будет но и не стоит делать очень широкую слишком много провода пойдет а соответственно индуктивности выигрыша не будет еще надо не забывать что катушка греется токи проходят там большие если это для аква или сдвоенного импульса или со средней точки или 2 нужно последовательно ставить дросселя отдельных бывает совместных опять же под какие задачи мы это будем делать нужен универсальный нужен универсальный каркас и между выбирать квадрат или круглый между тем и тем до квадрат и круглый разницы огромной нет но изгиб провода особенно толстого натяжка труд разница есть ребята разница есть поэтому был выбрать круг а как же на круге сделать на квадрате там и крепление щепок как говорится то можно собрать да вот как же сделать из круглых да еще универсальный вот тут задачка стояла такая что несколько месяцев я так периодически запрашивал на youtube 40 youtube как же сделать каркас ну ничего хорошего я не нашел вообще не нашел такого что надо там есть на аудио там катушки но это стандартные катушки из-под чего-то все на этом все ребята поэтому волшебник отработал изготовил и отработал самостоятельно вот почти день день убил ребята день убил на этот каркас но он он будет образец для всех кто еще не сделал это будет уже мое изобретение и он просто удобно он простой доступны и удобны значит смотрим ребята берем пластиковую трубу называется на 15 по факту внутри идет 16 по факту но нам по барабану что идет внутри она где-то и будет или 15 или 16 разницы нет внешний диаметр ребята внешний диаметр 25 то есть стандартная труба она боже может быть пустой она может быть вон с текстолитом прослойками она с фольгой бывает разница ребята нету разница я вот разные трубы взял и все принципе они внешне 25 почему потому что все-таки их муфты как бы крепят и поэтому внешний диаметр как бы одинаково это очень хорошо почему я вам покажу вот у нас есть допустим труба мы ее разрезали но конечно сразу три миллиметра резать не надо ребята это круга не ты а два и два круг идет с первой идет миллиметровый прорезали полосочку разрисовали порезали зачистили второй раз паре прошли третий раз пошли потом 2 и 2 потихонечку прошли и создали равномерно рез просто на равномерно ровно рез зачистили ножом там подручным материалом любым я линейку линейку типа такой типа такой кисел зачищал по ходу работы в тискал зажимал то у меня попачкалась роль от этого не почему я выбрал не алюминий почему я выбрал не пластик не плавали не другой какой-то материал другие материалы просто мне без танков обработать бы не получилось а это уже почти готовы к пластику вот мы намотали слой мы сразу помазали лаком поставили намотали изолятор и мотаем дальше лак не прилипает пластику вообще как вам сказать пластику вообще трудно что прилипает если он идеально ровный но лак имеет хорошую адыгезию это да лак имеет адыгезию но по ходу делать дело моего все равно снимем поэтому есть такая возможность что делать прокладочку и вакуровать сразу на потом все равно все снимется то есть я это буду делать терапластом или тонкой пленочкой один слой и мотать тут же прошел лаком то есть быстрее процесс и сидел конечно вакуумировать это лучше использовать материалы это уже другое как когда я буду мотать я вам буду все это показывать значит есть труба мы вырезали диаметр диаметр я уже сказал 25 внешне сколько он получился 110 миллиметров 11 сантиметров я выбрал почему я выбрал такой потому что длинный хотя нам надо там бывает 4 бывает 5 сантиметров бывает 6 наматывать да бывает больше от чего это зависит это зависит от толщины проводов войне мотаешь ли вдвойне подобрать можно ширину под количество витков так удобней сколько надо знаем один слой вот столько-то витков и пошли дальше он регулируется сейчас я вам это все ребята покажу значит берем гильзы такое гильзы это гильзы электриков эти гильзы вот она цельная идет продаются такие в электрическом магазине это алюминиевые гильзы для опрессовки силовых проводов на производствах и так далее все для свет электроэнергии вырезал я вот такие вот две направляющие они не плотно здесь они гуляют но они для того для того чтобы для центровки и для того чтобы не упал терм что такое керн когда мы будем наматывать сюда провод наматывать будем провод наматываем провод наматывая наматывать он и ожимает нажимает то рой слой третье он ее сжимает если была бы цельная труба могу его никогда отсюда уже не вытащить никогда потому что он бы так зажали и соуни вытащены для того чтоб катушку намотанную уже даже пролакировано за это время, вытащить нужно сделать разрез, чтобы трубу согнуть. А когда мы мотаем, мотаем. Силы натяжения не должны согнуть ее. Для этого делаем керн. Что такое керн? Я рассматривал разные варианты, но керн должен быть такой, чтобы к нему не прилипал лак, или эпоксидка, чтобы она не проливала. Для того, чтобы он был гибкий, потому что его потом надо вытащить, а попробуйте его вытащить. Я думал уже и спицу ставить сюда от мотоцикла, еще проволоку, а попробуйте потом это вытащить. Вот это расковырять намного, он гибкий, расковырять намного легче и вытащить катушку. Поэтому мы вставляем керн. Керн также почти впритык, почти впритык. Керн держит наши направляющие, они почти точные. Когда мы намотаем, это все сожмется так, что еще постараться надо вытащить. У меня есть плотная труба, есть плотная труба, но ее сожмет так, что мы не вытащим. Керн для того, гильза для того, чтобы нашу направляющую, направлять нашу направляющую, оправку для оправки и, то есть оправка, оправка для направляющей и для того, чтобы керн не провалился вниз. Если он провалится, то есть его зажмем. Есть? Есть. Далее, ушки. Что же придумать вместо ушек? Из чего сделать ушки? Ну, дело было быстрое, тут попались не подшипники. Подпались подшипники, а они так хорошо садятся, ребята, так хорошо и туго садятся. Ой, ну, просто пожелать нечего. Сильно далеко его не пропихнешь, но с трудом они пропихиваются. Почему подшипник? Сейчас вы увидите, ребята. Подшипник нужно подготовить. Ну, конечно, я их промыл, я их прочистил, выдул, обезжирил и смазал. Смазал я их герметиком для подшипников. Если у вас герметика для подшипников нет, ну, можно использовать, допустим, герметик для резьбы. Для чего? Для того, чтобы он порезался и не прокручивался. И резинки надеть. Тут он сам по себе не поцарапает проволоку никогда. Прилипнуть, чтобы к нему что-то прилипло, не прилипнет, будем говорить так. Это идеальное ухо. Она может быть меньше, если, допустим, один слой катушки, там несколько слоев нам хватает. Ну, а если у нас катушка потолще, допустим, два миллиметра провода, и катушка появляется большая, мы возьмем вот такой вот большой подшипник. Я его тоже смазал герметиком, он уже заполимеризовался. Здесь не было у меня таких пластинок. То есть, были подшипники рабочие, с рабочих я снимать не стал, а это все убитые подшипники. И завел я термоклеем. Термоклеем для чего? Так, здесь будет у нас обмотка. Она туда, чтобы не попадала, ничего оттуда не выходило. А вторая часть, пускай так и открытая будет, она не лимитирует никак. Что получается? Получается, что мы, вставляя подшипники, или, допустим, вот эти подшипники, мы можем двигать, двигать, с усилием двигать, и изменять длину катушки намотки, сколько нам надо. Что это означает? Допустим, мы делаем вот так вот, допустим, вот. Да, она тяжело идет, ребят, но она идет. Мы вставляем еще один. То есть, мы сразу готовимся к большой катушке, что у нее будет много слоев, и подшипник первый ставим большой. То же самое здесь ставим. Если у вас не будет такого большого слоя, да, не будет слоя, но для электроловов у нас провод идет толстый. Индуктивность иногда бывает большая, а иногда чуть меньше. Самус, схема Самуса, она более, более экономична по сравнению с другими схемами, по проводу, по индуктивности. Поэтому настраивать будем конкретно на Самусе. Конкретно. Потому что это один из лучших ключев. Хотя мы от них ушли, это был первый проезд. А второй, третий уже не Самус. Ну, не в этом дело. Дело совсем не в этом. И как и все остальные, если правильно все сделать, ловит все, оно хорошо. Вот так вот. Я керну у нас чуть-чуть ушел. Сейчас мы поправим, ребята, все. И будем собирать. Я вам просто показываю, как это все делается, чтобы вы видели и понимали. Вот так вот. С этой стороны раз. Вот так вот. Еще одели. Они для держака не имеют значения, где бы они ни находились. Чем сильнее мы давим сюда, тем их зажимают еще сильнее. То есть, где мы их зафиксируем, на какой ширине, на такой оно и будет. Дальше. Нам надо где-то, где-то 5 сантиметров. То есть, 50 миллиметров где-то. Где-то. Вот мы его. Пока он новый, ребята. Конечно, он труднее идет. Но ничего. Он идет. Потом главное все это снять. Вот так вот, ребята. Вот так вот. Ну вот, где-то я добьюсь 5 сантиметров. Разницы нету, где кем. Ну, отпустим его лишнее, если есть. И все. Вот. Чуть-чуть ходит даже. Вдавливает. Вот так вот мы не загоним его. Нам проще его, легче отрезать. Потому что я сделал притык, и это будет лишнее. То есть, это леска круглая от риммера. Диаметр, ребята. Ну, наверное, около 3 миллиметров. Что-то такое стандартное. Ничего здесь необычного нет. Есть, да, такое дело? Есть такое дело. Дальше одеваем направляющие. Одеваем направляющие. Одевается у нас... Одевается у нас... А я забыл одеть шайбу. Нержавеечные шайбы. Оставим, не пожалеем для этого дела. Вот так вот. Вот. Опять шайбу. И зажимаем. Ничего сложного, ребята, нет. Начало проводов придется выводить отсюда, наверх, изогнуть. Я хотел их просовывать внутрь, но внутрь не получается. Лучший вариант такой. То есть, все, в принципе, собралось ровно. Вот, ровно все собралось. Вот так вот. Здесь мы будем наматывать. Можно изоляцию ставить. Если не лакируете, вообще изоляцию можно не ставить. Все это наматывается. В руках держится все это крепко. Ничего, как бы, не прокручивает. Ну, собрали бы. Вот так закрутили посильней. Как говорится. И все. Вот. Так вот. Сколько у нас здесь диаметр? Мы, как говорится, приблизительно делаем. Просто потом записи будут делаться. Вот. Здесь у нас идет 4,9 миллиметра. Ну, 4,9. 4,9. 4,9. Так сильно село, что не вытащишь. Ну, будет 4,9. Даже чем больше. Ну, я к тому и рассчитывал, что будет где-то 5 миллиметров. 4,9 копейки. Ну, 4,9. 4,9. Вот где-то там. Так оно и будет записывать. Зазор 4,9 миллиметров. Не миллиметров, а сантиметров, допустим. 49 миллиметров. Витков столько-то, столько-то. Если я буду класть слой и виток в витку не будет попадать, допустим, цельный виток не будет, я могу чуть-чуть ободвинуть. Ну, в принципе, в принципе, все понятно. Ничего нет. Чем больше, ребята, мы зажимаем, тем он больше зажимает подшипники. И они не сдернутся со своего места. Из времен динозавров, как я и сам, у нас есть вот такая вот конструкция, как ее назвать. Вот когда-то я сделал, мотал там на 220 вольт, там от магнитофона, трансформаторы мотал то, а все, что мало, рукой, как говорится, мотал. Вот. У нас здесь стоит счетчик. Счетчик. У него есть сброс. И у него стоит пасек. Пасеков у меня новых моря. Когда-то я запчастями торговал. Пасек. Заменим сейчас мы пасек. Поставим. И просто за столько времени он сгнил. Сейчас я ниточкой замерю, какое расстояние приблизительно. подберу с натяжкой пасек и будет у нас рабочее рабочее устройство. Вот такое вот. Вот. И мы будем мотать. Оно крепится к столу. Я посмотрю, я давно уже не работал. А может и в руках придется мотать. Потому что толстый провод, он может не потянуть, ребята. Там если 1,24, то он может и потянет в одиночку. А если толстый провод, то еще вдвойне. Бывает надо. Бывает надо. Поэтому. Главная тут технология. Тут главная технология. Что можно сделать так. Где-то у меня был ключик от этого всего. Только надо все это искать. Оно есть. Оно есть. Универсальные ключи. Оно есть. Ну что-то в этом роде. И вот. Видите, как оно хорошо работает. Видите, да, как хорошо все работает. Конечно, чем дальше, тем нагрузка есть. Ну, посмотрим, ребята. Посмотрим. Никуда она не денется. Работать можно, в принципе. Я всегда хотел, стремился поближе как бы это сделать. Ну, тогда сделал вот так. Трансформаторы были небольшие. Ну, в принципе, у меня есть и мотор-редукторы есть. Все это есть. Можно сделать и на мотор-редукторе. Ну, что там намотать этот дроссель. Там 100 витков, 120 витков и все дело. Как-то кого-то. Главное, виток-витку намотать и не имеет значения как. Я думаю, что вы увидели всю эту конструкцию. Я уже разбирать ее не буду. Как она работает. Она прекрасно будет работать. Просто, надежно, эффективно, универсально. Другого варианта нет. То сделает, то жалеть не будет. Я еще не делал, но я знаю, что будет эта бомба. Ну, а я с вами, ребята, прощаюсь. Мы встретимся в том ролике, когда мы намотаем дроссель. Вот. И покажу я, как снимается, как это все делается. Может, оно кому и пригодится. Потому что без дросселя, а дроссель является, или индуктор является, сердце электроудочки. Даже 2Т. Даже 2Т. Это очень важно. Важный параметр. Поэтому я вам все покажу.